В Преображенском храме Тулы составилась акция «Крылья ангела», проходящая в рамках одноименного общероссийского конкурса детских рисунков, впервые организованного регионально-общественной организацией объединения многодетных семей города Москвы в 2014 году по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ангел является высшим духовным чином и является собой олицетворение того добра, любви, счастья, к которому должна стремиться каждая семья. И я думаю, что в такой совместной акции, в совместной молитве мы просим, чтобы Господь благословил всех наших детей, матерей и всех родных и близких и приумножил годы нашей жизни. Храни вас Господь с праздником! Я хочу поблагодарить Бога за такую возможность, то, что у меня есть такая большая семья, у нас имеется семь детей, и со мной будет участвовать вместе сестра. И помимо этого, вот этот вот ангел, это будет ассоциировать всю нашу большую семью. И поэтому этот ангел – это что-то большее, это ассоциация со всей семьей, это символ большой семьи. Акция «Крылья ангела» помогает детям вырастать с добрыми сердцами, помогает им относиться с любовью, с почтением к своим родителям. И мы надеемся, что в дальнейшем, благодаря таким мероприятиям, благодаря участию в таких акциях, у этих детей будет преемственность поколений, будут крепкие семьи, будут уважительные отношения, отношения любви между членами семьи. Конкурс «Крылья ангела» традиционно приурочен ко Дню Матери и проводится уже в третий раз. В единый день его проведения более чем в 70 регионах России дети рисуют ангела-хранителя таким, каким они его себе представляют. Тульская епархия принимает участие в акции и конкурсе впервые, приглашая к участию детей из тульских многодетных семей. Мы говорим о том, что в жизни каждого есть что-то, что нельзя забыть. И мы считаем, что дата 24 ноября останется в памяти каждого ребенка, который будет по-своему сегодня рисовать крылья ангела или просто ангела-хранителя, ценителя, нашего защитника. Мы с сестрой примели участие на «Рисуй ангел». Я думаю, ангел похож на папу. Я рисую маму с ребенком, потому что я считаю, что мама – это самый главный хранитель в жизни, она всегда с нами, она всегда помогает нам в нашей жизни. И когда ты вырастаешь, тебе становится очень трудно без мамы, потому что вы с ней находитесь далеко, тебе трудно без нее. А пока мы дети, мы должны как можно больше проводить времени с нашими мамами и никогда не обижаться на них, помогать их им и любить их. У каждого своего человека есть рождение, свой ангел-хранитель. У доброго человека, когда приходит ангел к Богу, он радуется. А у злого человека ангел-хранитель приходит к Богу и плачет и просит прощения. По итогам акции определяют три лучшие работы, которые позже будут представлять Тульскую епархию на выставках, проходящих в рамках конкурса в других регионах России. Взрослые художники иногда удивляются той красоте, которую можно увидеть на работах детей, самых маленьких детей. Просто диву даешься, откуда что берется в их работах. Я убежден, что детской рукой частенько просто водят ангелы, ну и вспомогают точно. Но я очень хочу, чтобы сейчас ангел помогал всем детям, которые здесь есть. Я сегодня не рисую, потому что я волнуюсь рисовать, но в следующий раз я обязательно поучаствую в конкурсе. Мне эти работы все очень нравятся. Я сегодня рисовала ангела, желтое солнышко, зеленую травку, а рядом с ангелом храм. Святой Григорий Плама считал, что ангелы подобны драгоценным камням, преломляясь в которых свет Божий льется на мир. Частичка этого света коснулась и участников акции «Крылья ангела», через чистоту душ которых и мы можем явить миру свои лучшие качества, обучая детей любви к семье, Отечеству и Богу. Продолжение следует...